Злые шутки Хроноса или путешественники по неволе. О путешественниках во времени, непонятным образом попадающих в прошлое или будущее, не писал разве что ленивый. Фантасты настолько тщательно разработали эту тему, что, казалось, ничего нового здесь придумать уже невозможно. Однако настоящая жизнь подчас настолько загадочнее вымысла, что поверить в события, действительно имевшие место в реальности, тяжелее, чем в миры, рожденные силой таланта хорошего писателя. Представьте себе, вам снится необычайно подробный реальный сон, в котором вы неведомо как оказываетесь среди своих далеких пращуров, недвусмысленно поигрывающих дубинками на пороге закопченной пещеры. Или, напротив, попадаете в невероятно далекое будущее, где вас самих воспринимают как полудикого барбара. Пережив целую гамму ощущений, далеко не всегда приятных, вы хотите проснуться и не можете этого сделать. Потому как сон ваш необычное ночное видение, а самая настоящая реальность. В сказке отмахнетесь вы. Увы, как оказывается, далеко не всегда подобные фантастические истории являются болезненным бредом, либо чрезмерно затянувшимся сновидением. Самые различные источники упоминают о ряде историй, имеющих, правда, неодинаковую степень достоверности. Впрочем, далеко не все ученые рискуют связываться с антинаучными теориями, к которым относится и необъяснимая способность некоторых лиц перемещаться во времени. А Хронос любит зло подшучивать над людьми. Время от времени, подкидывая им загадки, перед которыми оказываются бессильными, наши познания о мире. Конечно, говорить обо всех слухах нет необходимости. Большая часть из них – обычные утки, созданные любителями сенсаций, привыкшими наживаться на легковерности своих граждан. Но некоторые события невольно заставляют предположить, что у божества времени весьма специфическое чувство юмора. Для лиц, явно выпадающие из нашей с вами реальности, даже существует полунаучное название – хронопутешественники или хрононапты. Самое интересное, что ни о какой машине времени в этих случаях речь не идет, поскольку оказавшиеся в ином временном отрезке люди абсолютно не представляют, каким образом они очутились не там и не тогда. А поскольку все рассказы, не стыкующиеся с известными науке фактами, у землян автоматически считаются первым признаком сумасшествия, никто из хрононаптов не избежал подозрения в онном. И все же проверка некоторых фактов вновь и вновь ставит человечество перед фактом, что двери в иное время существуют. И случайно пройти через них может любой. Зафиксировано немало случаев, когда люди переносились во времени на несколько минут, дней или часов, а потом спонтанно возвращались обратно. Но нас интересуют в первую очередь случаи особенно глубоких провалов во времени, когда родное время хрононапта и отрезок истории, куда его занесло, разделяют десятилетия, а то и века. Загадочные перемещения во времени фиксировались еще историками Древней Греции. О них, в частности, упоминал в своих сочинениях Платон V-IV века до н.э. Например, зафиксирован рассказ об умирающем воине, который незадолго до собственной гибели участвовал в стычке с неприятелем, имевшей место 50 лет назад. Хрононапт из прошлого убил тогда неприятельского предводителя и повесил его щит, украшенный соответствующей надписью, в соседнем храме. Слова умирающего проверили и действительно обнаружили свидетельство его правдивости. Да что там говорить, в летописях практически всех времен и народов встречаются упоминания о сумасшедших, утверждавших, будто они явились из прошлого или будущего. Порой эти рассказы выглядят явно элипой, но подчас они подкрепляются свидетельствами, игнорировать которые невозможно. Таких историй, кстати, обнаружено уже более двухсот. Причем в большинстве случаев речь идет о хрононавтах из прошлого. Видимо, пришельцам из будущего все же проще приспособиться к нашему времени. По всей вероятности, большинству из них удается вернуться обратно. Судьба же всех прибывавших из минувшего сложилась трагически. После тяжелого потрясения, испытанного при переходе из одной реальности в другую, они в основном попадали в психушку или в тюрьму. В мае 1828 года в Нюрнберге полиция поймала очень плохо одетого, странного, 16-летнего юношу. Ему дали имя Каспар Хаузер. Этот человек обладал самыми невероятными способностями и имел необычные привычки. Например, в темноте он видел, как кошка, имел обоняние превосходящее собачье и так далее. При этом юноша понятия не имел, что такое, скажем, огонь, молоко или расстояние до объекта. Власти провели на редкость дотошное расследование необычного дела, занявшего 49 томов, пытаясь установить, откуда же прибыл Каспар. Его портреты были разосланы по всей Европе, но место, где родился и проживал этот необычный человек, так и осталось загадкой. Она так и осталась тайной за семью печатями, поскольку юноша погиб от пули убийцы. Несомненным осталось одно. До появления в Германии Каспар Хаузер жил в мире совершенно отличном от нашего. Правда, была предложена и более прозаическая версия, согласно которой юноша являлся наследным принцем Баденским, насильно отстраненным от престола и еще в раннем детстве помещенным в темницу. Это предположение рухнуло в 1992 году, когда спустя 164 года после гибели Каспара Хаузера была проведена генная экспертиза его останков. Она показала, что странный юноша не может быть сыном Баденской Марк-Графини. Летом 1912 года в купе-экспресса, следовавшего из Лондона в Глазго, где находилась молодая медсестра и инспектор с куплом Янда, из воздуха возник взъерошенный до полусмерти перепуганный пожилой мужчина. На необычном пассажире был костюм Ян на прошлых веков, которые дополняли тяжелые ботинки с большими пряжками и старинная треуголка. Длинные волосы пришельца были заплетены в косу. В одной руке он держал надкушенный кусок хлеба, а в другой – длинный бич. Пассажиры кинулись успокаивать истошно вопящего мужчину и попытались узнать, кто он и откуда взялся. Их невероятный попутчик кричал, рыдая, что он обычный возднится и совершенно не понимает, где он очутился и как это произошло. Инспектор, пытаясь вывести мужчину из состояния истерики, не нашел ничего лучшего, чем открыть окно и предложил гостю выглянуть наружу. Но мужчина, увидев локомотив поиска крошу по дуге, окончательно обезумел, попытавшись выскочить в окно. Кое-как затворив раму, служитель закона помчался за кондуктором, поскольку всерьез стал опасаться за жизнь невероятного попутчика. Но спустя пару минут в купе остались только бич, треуголка и медсестра в глубоком обмороке. Насыпь, кстати, тщательно проверили, но странного возницу или его тела так и не нашли. Инспектор Атаку влекло это дело, что он предпринял довольно тщательное расследование. Он подключил к делу этнографов, перерыв к кучу документов в архивах. Оказалось, что шляпа и бич относятся ко второй половине XVIII века, а железная дорога проходит как раз через то место, где еще в начале XIX века находилась упомянутая возницей деревушка. Тогда дотошный инспектор подключил к поискам пастора местного прихода. Тот принялся исследовать записи в архивах местной церкви, относящиеся к интересующему служителю закона в периоду. Наконец, в книге записи умерших 150-летней давности обнаружилось имя возницы и заметка, сделанное на полях тогдашним пастором. В ней значилось, что покойный, уже немолодой человек, однажды ночью возвращался домой на своей поводске и вдруг увидал прямо перед собой дьявольский экипаж, огромный и длинный, как змея, пышущий огнем и дымом, после чего непонятным образом оказался внутри экипажа. Возница рассказывал, что там сидели люди в странной одежде, не иначе слуги дьявола. И тут перепуганный мужчина воззвал к Богу, прося о спасении. Вслед за этим он вдруг оказался в какой-то придорожной канаве. Возница с трудом дотащился до дома и узнал, что повозка и кони были приведены еще час назад жителями соседней деревни. Экипаж незадачливого хрононавта почему-то обнаружился в семи милях за городом. По свидетельству пастора, несчастный мужчина заболел, а затем вообще помешался. Он постоянно рассказывал о пережитом и очень сердился, что ему никто не верит. Интереснее всего в этой истории то, что в настоящем, в появление человека из прошлого, тоже не особенно верили. Но треуголку, на всякий случай, поместили в музей Британского королевского метапсихического общества. А вот хлыст, к сожалению, пропал. Видимо, его как невероятный сувенир из минувшего века прихватил на память кто-то из участников необычного расследования. В 1942 году на Кавказе колонна советских войск столкнулась с необычным человеком, который был принят за немецкого шпиона. Он был явно потрясен происходящим и находился в состоянии шока. И после неудачного допроса был расстрелян. Выглядел мужчина, по свидетельству осматривавшего после расстрела тело военного врача, так, словно являлся результатом генной инженерии. Тело оказалось слегка видоизменено и покрыто довольно густой растительностью. Но при этом убитый оказался все же человеком, а не легендарным Йети. В 1954 году в Японии во время паспортного контроля задержали гражданина, чьи документы были в полном порядке, за исключением одной мелочи. Он числился гражданином государства Туарет. Задержанный возмущенно доказывал на пресс-конференции, что его государство находится в Африке, между Мавританией и Французским Суданом. То есть на территории современного Алжира. В 1987 году в Гонконге разразился уникальный скандал, подробно освещавшийся местной газетой Венуэнпо. На улице города был обнаружен необычный девятилетний мальчик. Он возник на глазах у ошеломленного полицейского, прямо посреди оживленной трассы. Страж порядка едва успел вытащить ребенка из-под колес мчавшегося автомобиля. Но спасенный повел себя необычно. Он начал биться в истерике, обхватив ноги полицейского. Только тогда мужчина заметил, что мальчик одет, мягко говоря, странно. И разобрать прорывавшееся сквозь всклипы бормотание невозможно. Несостоявшуюся жертву аварии спешно доставили в приют Ченльбэй. Но тамочные сотрудники не смогли добиться от ребенка никаких вразумительных ответов на вопросы. Дело в том, что мальчик изъяснялся на каком-то неизвестном языке. Кое-как успокоенной дёныша его несколько раз показали по телевидению. Наконец в приюте раздался телефонный звонок. Профессор филологии хотел лично посмотреть на ребенка, говорившего на древнекитайском языке. Лингвисов прям смог разговаривать странного найдёныша. Мальчик рассказал, что его зовут Юноличенг, что он пришел из прошлого и является старшим сыном высокопоставленного сановника китайского императора. После опроса ребенка, в котором участвовали историки и видные психиатры, стало ясно, что Юн, непонятным даже для него самого образом, переместился из Китая 9 века в Гонконг 20. Ребенок не владел современной речью и не по годам хорошо знал историю Китая и Японии. Причем о многих фактах, сообщенных им, в настоящее время либо не знали вообще, либо знали лишь отдельные люди. Весьма ограниченное число историков, тех, кто специализировался на определенных периодах или событиях. Так Юн легко вспоминал биографии древних знаменитостей, охотно и со знанием дела описывал жизнь императорского двора, рассказывал о нравах династии Тан, читал старинные храмовые книги. Одежда мальчика также соответствовала моде Китая 9 века. Естественно, скептики тут же заговорили о хорошо спланированной провокации какой-то могущественной организации, скорее всего, телекомпании, мол, ее боссам срочно потребовалась сенсация. Верить словам самого ребенка специалисты не спешили, но винить их в этом, согласитесь, трудно. Спустя полгода Юн, похоже, неплохо освоился в невероятном для него современном мире. Он перестал шарахаться от автомобиля и сжиматься в комок от резких звуков. Постепенно ребенок привык к телевизору и даже полюбил смотреть ряд передач. Довольно быстро научился, правда, по минимуму, пользоваться компьютером. Наконец Юн перестал дичиться сверстников и начал с ними общаться. Кстати, за все шесть месяцев ни знакомые, ни специалисты ни разу не смогли поймать его на лжи. И если само перемещение во времени казалось фантастикой, то не менее невероятной являлась и специальная, так сказать, подготовка главного действующего лица псевдопровокации. Похоже, Хрононавк поневоле смирился с мыслью о том, что впредь ему предстоит существовать в мире, столь разительно не похожем на его собственный. Однако шутки Хроноса на этом не закончились, и для несчастного ребенка обернулись настоящей трагедией. Во время одной из экскурсий в мае 1988 года мальчик исчез так же внезапно, как и появился, буквально испарившись на глазах у сопровождавших его людей. Поиски ребенка ничего не дали, что неудивительно. Однако один из историков, Инг Иншао, решил докопаться до истины и занялся изучением хранящихся в храмах древних книг. Он хотел определить, из какого конкретно отрезка истории явился к нам странный гость. Спустя год, когда специалист уже стал терять терпение при раскопках в древнем монастыре неподалеку от Гонконга, археологи обнаружили летопись, в которой содержались рассказы, почти полностью идентичные с устными пересказами Юн Ли. Совпадали в частности все даты, названия местностей, имена конкретных людей. Среди прочей информации имелась также запись о месте и дате рождения некоего Юн Ли Ченга. Потрясенный историк был убежден, он наткнулся на упоминание именно о его мальчике. Дальнейшие поиски привели к обнаружению еще одной древней книги, где нашлось место описанию странного события. Сразу за именем Юн Ли Ченг значилось, уйдя в пещеру в горах, исчез старший сын сановника. Надежду и опору отца оплакали, но спустя десять лет он вернулся, с ума сошедший, введя семейство в ужас. Говорил, что был в году 1987 по христианскому летоисчислению, и видел огромных птиц, большие волшебные зеркала, ящики, которые достигают облаков, разноцветные огни, которые зажигаются и сами гаснут, широкие улицы, украшенные мрамором, что ездил в длинной змее, которая ползает с чудовищной скоростью. Признан сумасшедшим и умер через три недели. Скрипя сердце, отец велел задушить сына шелковой нитью, сказав, что в юноли вселился злой дух. Современные археологи не раз оказывались крайне озадаченными, обнаруживая следы пребывания в прошлом хрононавтов. Так, в 2000 году при раскопке крепостной стены в Канадском Монреале были найдены скелеты мушкетеров, которых завалило обломками стены при пушечном обстреле еще во время Семилетней войны. Это 1756-1763. Кости, истлевшие останки одежды, насквозь проржавевшие части мушкетов, все на месте некогда произошедшей трагедии выглядело, в общем-то, обычно для исследователей. Однако, под останками одного из мушкетеров обнаружилась также странная пластинка из практически разложившейся пластмассы, которая оказалась обычным мобильником 1998 года выпуска. При этом телефон лежал на глубине нескольких метров под землей и претерпел все изменения, характерные для 250-летнего пребывания в указанных условиях. Дать взразумительное объяснение невероятной находке специалисты не смогли. Лишь спустя год удалось раскопать дневник коменданта разрушенной крепости, где рассказывалось о странном аборигене, явившемся из леса. Мужчина, одетый в странный костюм, говорил на плохо понятном английском. Очень нервничал, утверждал, будто где-то рядом должен находиться огромный город. Комендант решил, что пришелец сумасшедший. Мужчина остался в крепости, привык к местным требованиям, а несколько позже, несмотря на диагноз, поставленный комендантом, стал мушкетером. Но динозавры, среди останков которых обнаружили окаменевший человеческий скелет, останки лошади и наконечники стрел. Никто не сумел объяснить, с какой стати всадник времен Чингисхана оказался в такой компании. Да и современный ученый на вопрос, каким образом степной воин вместе с лошадью и вооружением попал в пустыню Гоби во временной слой соответствующей эпохи гигантских рептилий. На самое большое в мире кладбище динозавров. Они только бессильно разводят руками. Что ж, Хронос на то и бо, чтобы не чувствовать себя, обязанным отчитываться за свои шутки. Вот так, друзья, вот такое у нас с вами сегодня путешествие. Пишите комментарии, вы знаете, мне очень интересно читать ваши впечатления и мнения. Ставьте лайки, если тема была вам интересна. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Я желаю всем мира, здоровья, света и тепла. А на сегодня всё, друзья. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok